Обсудим события нашей орды. Казахстан вернул в страну 230 миллиардов незаконно выведенных тенге. Что это за деньги? Как их вернули? Казахстан ищет помощь за океаном, возвращение активов, а иначе зачем делегация генпрокуратуры поехала в США? Верховный суд полностью оправдался Итказы и Осета Матаевых за отсутствием состава преступления. Студенческих общежитий не хватает, но вопрос в том, а нужны ли они городам? Комиссия по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов рассказала о своих успехах. 230 миллиардов тенге вернулись в государственную казну. В том числе жалкие, иначе и не скажешь, 2 миллиона долларов Карима Масимова. Эти деньги бывший глава КНБ, как следует из официальных сообщений, получил от иностранной компании и вывез в Гонконг, откуда их вернули в Национальный банк Казахстана. Еще миллион экс-руководителей КНБ вернулись в казну также из Гонконга и Арабских Эмиратов. И тут начинаются проклятые вопросы. Как именно вернули эти деньги из-за рубежа, если судов не было? А их не было, иначе мы бы узнали о них, если не из пресс-релизов, то из сообщений прессы. Вот 2 миллиона Масимова, они что, лежали в мешке где-то за границей? Этот мешок просто подняли и вернули в страну? Нет, конечно, они могли быть только в банке. А ни один приличный зарубежный банк не отдаст деньги своего клиента без решения суда. Значит, вывод один. Масимов вернул эти деньги сам. Это, возможно, часть какой-то сделки со последствием. Но тогда, во-первых, почему так мало? Всего 2 миллиона. Во-вторых, этот опыт в таком случае надо применять к обладателям более серьезных состояний. Тех, кто украл и вывез из Казахстана сумму, эквивалентную ВВП страны. Вот тогда это будет победа, тогда это будет работа. А пока все, что мы слышим, больше пиар. 230 миллиардов тенге – то, что лежало на поверхности. Ров просто не успел вытащить все деньги. Сатыбалды с бывшей супругой, находясь в заключении, подарила, точнее вернул государству акции Казахтелекома Центра транспортного сервиса ТОУ Акмолит. Это активы на 200 миллиардов тенге. Также из Люксембурга возвратили 170 миллионов долларов. Хорошо, что вернули. Особенно, что телекоммуникационная нацкомпания вернулась государству. Но все же народ Казахстана заслуживает того, чтобы ему вернули все, что у него отняли. Надеюсь, что 8 земельных участков восточно-казахстанской области Виктора Харпунова, которые на этой неделе также громко изъяли в пользу государства, не включили в состав этих 230 миллиардов тенге. Потому что все это, как и 2 миллиона Масимова и деньги РОПа, которые лежали на счету и никуда не выводились, все это пыли в глаза. Пока вернули мало. Конечно, возвращать из иностранных юрисдикций деньги, которые принадлежат Казахстану, очень трудно. Хотя бы потому, что эти деньги нужны не только их хозяевам нынешним, но и банкам и самим странам, в которых они находятся. Взять и вытащить из своей экономики 1 миллиард долларов, 10 миллиардов, 100 и отдать их Казахстану никто не горит желанием. Это надо понимать, тут не должно быть иллюзий. Предстоит большая работа, борьба и к ней, судя по всему, готовятся все стороны грядущей войны за активы. Нурсултан Адарбаев нанял на службу английского лорда и барона, самого авторитетного политического лоббиста Великобритании, о чем я говорила в прошлом выпуске. А на этой неделе в Жосан Технологи появился еще один директор, иностранец, некий Кристиан Бернер. Он учредитель люксембургской компании, которая до этого купила 15% компаний Кейсел. А делегация Генпрокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Тимуром Ташимбаевым отправилась за океан. После встреч с руководством Департамента юстиции США, представителями ФБР и Всемирного банка, Генпрокуратура сделала оптимистичное заявление. Департамент юстиции готов содействовать в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан. Но это только политические заявления. Будут ли помогать на самом деле американцы, покажет время. Между государственными айтишниками идет война, и это давно ни для кого не секрет. На этой неделе она вступила в новую фазу. По одну сторону министр цифровизации Багдад Мусин, по другую руководитель холдинга ЗЕРДЕ Арман Абдрасилов. 15 июля на заседании правительства Мусин назвал компании, входящие в ЗЕРДЕ, лишними управленческими звеньями. А уже 20 июля 40 сотрудников ЗЕРДЕ, прямых подчиненных Абдрасилова, написали обращение к президенту, где самого министра назвали некомпетентным и попросили не ликвидировать их холдинг. В холдинг в ЗЕРДЕ входят три компании. С министром, согласны многие эксперты, что это мало, что они лишние прокладки. Например, Марат Шибутов заявил следующее. Вот диаграмма, которая показывает прибыль в ЗЕРДЕ с дивидендами от АО «Национальные информационные технологии» и без них. Как видно, без НИТ они глубоко убыточные. Но раз там всего несколько организаций, надо ли целую структуру, чтобы ими управлять? Ну и зачем? АО «НИТ» такой нахлебник, который только тратит его деньги и все. На какие-то уникальные функции лучше отдельный отдел в НИТ или в министерстве сделать. И таких вот холдингов-прокладок у нас много, и от них надо везде избавляться. Журналисты Орда Киезет связались с главой холдинга ЗЕРДЕ Арманом Абдрасиловым, и он заявил, что об инициативе своих подчиненных узнал из новостей. Сбор подписей он не организовывал. Как штрихи к этой войне подмечу, что на расширенном заседании правительства президент Токаев отметил работу Мусина как неудовлетворительную. В частности, ему досталась замедлительность при создании Национального банка данных недр Казахстана. Ну а Абдрасилова широкая общественность узнала после скандала с его бывшей подчиненной и вроде как невестой, которую назначили заместителем председателя агентства по госслужбе. Люди обратили внимание на инстаграм чиновницы, судя по которому, она носит украшения и одежду стоимостью несколько миллионов тенге, а также является клиенткой лакшери магазинов, где самая дешевая вещь стоит не менее 10-20 миллионов. Так что сотрудники Зерде живут более чем роскошно, в отличие от коллег из цифрового министерства. И понятно, что самораспускаться они не хотят. Не тут ли собака зарыта? Вероятно, что истоки неприязни Мусина и Абдрасилова кроются где-то в бюджетах распределения денег. Как говорится, ищи мотив. У программы «Цифровой Казахстан 2018-2022» объем финансирования составляет 108,6 миллиардов тенге. В начале этого года счетный комитет провел промежуточный аудит программы и выявил в Зерде и АО «НИТ» финансовые нарушения на 98,1 миллиона тенге. Аудиторский отчет также показал, что за 6 лет АО «НИТ» не смог внедрить облачные документы оборот в госучреждениях. Компания необоснованно использовала 216,5 миллионов тенге из-за завышенных расчетов. Получила почти 16 миллионов от Комитета госдоходов, но не выполнила работы. Провела закупку на 427 миллионов тенге с нарушением правил закупок нацкомпаний. Это все счетный комитет. Чем закончится битва айтишников, неизвестно. У Абдрасилова всегда были сильные покровители. Раньше он пользовался безусловным расположением Карима Масимовым. И сейчас обладает не менее весомыми связями. А Мусин? Выпускнику турецкого лицея Мусину пожимал руки сам Эрдоган. 12 июля на 6 съезде молодежного крыла партии Аманат приняли новую программу и переименовались из Жасотанов Жастарухы. Перед делегатами выступил по видеосвязи сам президент. Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Так он обозначил приоритеты молодежи. Сама молодежь, скорее всего, думает иначе, поэтому требует к себе пристального внимания. В Казахстане власти это вроде как понимают. У нас даже, кажется, единственных в мире есть отдельный закон о молодежи. После январских событий российский политолог Екатерина Шульман сказала, что в Казахстане эти события случились в том числе потому, что в стране большая пропорция молодых людей к общему населению страны. Это известный критерий. Если количество мужчин до 35 лет превышает определенную пропорцию по отношению к остальному населению, начинаются гражданские конфликты. Пример тому – арабские страны. Что нужно молодежи? Чего хотят молодые люди? Не думай, что партия или отдельно прописанный для них закон. Молодым людям нужна работа, хорошая зарплата, перспектива купить жилье. Для этого хорошо бы иметь достаточный уровень образования или профессиональную квалификацию. О том, как шаблонно-механистически подходят у нас к проблемам молодежи, видно на примере общежитий. Дефицит общежитий прописан даже на сайте программы 2050. Общий дефицит мест в студенческих общагах составляет 84 129 койко-мест. Из них в Алматы 40 417. Буквально неделю назад в Алматы заявили, что станут строить эти 40 тысяч мест с помощью бизнеса и госзаказа. Это в самом дорогом городе страны. И вот у меня вопрос, который в нашей стране не все поймут, потому что привыкли к тому, что огромные университеты и колледжи всегда находятся в центре города. Но разве это правильно? Есть пример студенческих кампусов США. Большинство из них расположены в маленьких городках. Студенты и преподаватели составляют большинство жителей этих городов. А у нас даже новые универы – КИМЭП, КБТУ, Туран, Сарбона и другие, а еще бесчисленное количество колледжей создаются в центре. Все лезут в центр, причем Алматы и других городов. Зачем им это разрешают? В Алматы острая проблема нагрузки на инфраструктуру, точечной застройки, пробок на дорогах. И все они ведут к напряженности социальной, к конфликтам, есть уже первые жертвы. И в этой ситуации что делают государственные мужи? Они говорят, что будут строить в самом дорогом городе страны с золотой землей новые общаги, которые по своей природе являются социальными объектами. Есть пара хороших примеров, когда универы направлялись туда, куда надо. Это университет Демиреля в Каскелине и Казахско-Турецкий университет в Туркестане. У наших властей туннельное зрение, видение. Если они видят дефицит общежитий, то единственным решением проблемы считают новые общежития где-нибудь в золотом квадрате Алматы. А то, что нельзя такую кучу университетов размещать в одном городе, к тому же таком дорогом, к тому же где даже работающим людям нет жилья, не хватает, где очень высокая аренда и жизнь до них просто не доходит, они об этом не думают. По сути, все наши областные центры, столицы – это студенческие городки с огромной армией студентов, которым, конечно же, трудно в Алматы или Астане снимать квартиру. Университетам трудно строить для них общежития, потому что свободной земли нет даже для строительных компаний. И это лишь один пример неправильного решения молодежной политики. Неправильного, потому что так ее никогда не решить. Общаги в Алматы никогда не перестанут быть дефицитом. Город дорогой. Тут работающим людям жить негде, не то что студентам. К новостям культуры. В Казахстане запретили, не запретили, но показывать не будут мультфильм «Базлайтер». И все из-за секундного поцелуя двух девочек. Об этом сломано уже много копий. Нуртас Адампай, написавший обращение к Токаеву о запрете, снискал лавры как героя у одной публики, так и мракобеса у другой. Он дошел до того, что стал хвалить законы Путина о запрете пропаганды ЛГБТ. Но я бы хотела отметить поведение общественности. Вернее, разных ее полюсов. Условно, тех, кто за мульт и тех, кто против. Обратите внимание, как быстро и слаженно собрала несколько десятков тысяч голосов петиция о запрете. И как шатко-вяло реагировали на это, скажем так, либералы. Зато эти же либералы потом дружно и громко критиковали свой любимый объект хейта, министра культуры Абаева. Якобы из запретившего Базлайтера. Не важно, был звонок министра прокатчикам с намеком отменить показ или не было. В любом случае, это решение не его, а казахстанского общества. Петиция против мультика собрала более 30 тысяч. И это не считая движняков в регионах. Мультик запретили все мы вместе взятые. Кто-то своей активной позиции, а кто-то отсутствием таковой. Хотите либеральных свобод, защищайте активнее свои ценности. Пока тут с нулевым счетом выигрывают реакционисты. После мульта они придут еще и обязательно попросят нас отказаться от чего-нибудь еще. История так подсказывает. Ну а пока смотрите ролик на песню «Уйкм Кельмиды, Махаббат Мазабер Миды». В Ютубе ролик вышел на первое место в трендах. Вот чего хочет наша публика. Городской суд Алматы оставил без изменений приговор в отношении блогеров Донатана Мазбаева и Маргулана Буранбаева. По пять лет за посты в Фейсбуке, на взгляд властей и суда, разжигавшие всяческую ненависть. Может быть когда-нибудь в будущем, уже после их отсидки в неволе, эти приговоры будут отменены, а сами блогеры оправданы за отсутствием состава преступления. Именно это произошло с известными журналистами Сейдказы и Осета Матаевыми. Председатель Союза журналистов и руководитель агентства Кастак, осужденные в 2016 году и уже отсидевшие, 19 июля были полностью оправданы. Судебная коллегия по уголовным делам ВС в составе семи судей, рассмотрев 19 июля протест, отменила судебные акты. Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейдказы и Осета Матаевых состава преступления. Жаль, что это произошло уже после того, как они отсидели и вышли на свободу. Сейдказы Матаев заплатил за это подорванным здоровьем. Недавно он перенес инсульт. Оправдательное решение Верховного Суда в отношении Матаевых беспрецедентно для судебной практики Казахстана. По сути, это не оправдание, а политическая реабилитация. Ведь семь членов коллегии по уголовным делам Верховного Суда не признали наличие судебной ошибки. Слово «ошибка» в их вердикте ни разу не прозвучало. Нет, они полностью оправдали уже осужденных и отбывших наказание людей за отсутствие состава преступления. Нонсенс. Нельзя просто так выйти и сказать «мы все отменяем, отматываем назад», ничего при этом не объясняя. Не было состава преступления? Значит, выясняете, а почему сначала следствие, прокуратура, а потом и суд решили, что преступление было? Почему свидетели давали ложные показания, следователь шел по ложному следу, судья выносил ложный приговор? Если состава преступления в действиях осужденных не было, значит, он был у тех, кто решал их судьбу. Все эти люди и государственные органы находились в преступном сговоре против граждан Матаевых. И эти граждане теперь вправе требовать у государства компенсацию за потерянные годы. Ну а мы все требовать расследования и ответа на свои вопросы. Почему государство в 2016 году вдруг ополчилось на Матаевых, при том, что в их действиях отсутствовал состав преступления? Сам Сейдказы Матаев не раз утверждал о заказном характере их дела и заказчиком называл бывшего спикера Мажелиса Нигматулина. В свете сегодняшнего оправдания эти слова приобретают иной смысл – юридический. Они становятся фактом. Преступление в 2016 году все-таки было совершено против самих Матаевых, и сегодня это подтвердил Верховный суд. А каждое преступление должно быть расследовано, доказано и наказано. Заказное уголовное дело, заказной обвинительный приговор, суда, лишение свободы – это гораздо страшнее, чем заказное убийство. Ведь в этом случае преступно используют государство и закон. Поэтому так важно довести эту историю до логического конца. Не устаю повторять старую английскую пословицу – не шутите с законом, не то закон сыграет шутку с вами. Будьте здоровы, живите богато. Посмотрите интервью с соседом Матаевым и подписывайтесь на нас. Нам нужны ваши голоса. В Верховный суд мы обратились, и наши адвокаты, Алимжан Уралбай и Джухар Утибеков, они просили, чтобы Верховный суд поставил точку сам. И Верховный суд, рассмотрев это дело, они… Я вам прям дословно скажу, что глава судебной коллегии, он сам рассматривал, в семерке судей, и они… было такое заявление, что отменить незаконные акты Есельского суда номер 2 города Астаны, апелляционной инстанции города Астаны, полностью оправдать Матаева-Ситказы, Матаева-Асета. От лица, от имени государства суд принес нам извинения. Если брать, суд согласился с доводами Генеральной прокуратуры, и в Генеральной прокуратуре было расписано, что взаимоотношения организаций, и… ну, организаций, которые мы представляли, и которые нам вменяли там мошенничество или хищение, они сами не могли определиться, что там не было состава преступления. Ну, чтобы прям все точно поняли, люди, я на простом языке объясню, что за два дня января, начало января, сразу после Нового года, к нам пришел иск ГАСК по нашему зданию в Алмате, национального пресс-клуба, вы его прекрасно знаете, о незаконной реконструкции. Пришла проверка из налоговой и… Это в каком году? Это в 2016 году, в январе, да, это где-то в 11-12 января, сразу после выходных долгих, вы знаете. И в том постановлении о выемке документов финансовой полиции было написано, что проводится расследование в отношении чиновников Акимата Алматы по фактам хищения. И на этом основании изымалась документация. Хотя мы, понятно, к Акимату Алматы не имели никакого отношения. Дальше после этой выемки они увидели, какие были взаимоотношения с какими организациями, они пошли туда, на протяжении полугода все эти чиновники и менеджеры говорили, что в действиях данных людей не было никакого незаконного. То есть были отношения с редакциями, в которых размещались материалы, они не были, не предъявляли никаких претензий к нашим организациям. Поэтому вы помните, что там говорили, что были хищения. Хищения национальному пресс-клубу предъявляли за то, что у национального пресс-клуба были скидки в СМИ при размещении материалов. Но это нонсенс. Ну это глупость такая, что если у меня есть, я не знаю, если я могу стиральные машины покупать там по 500 тенге, а продавать по 1000. Новый суд сказал, что у Матаевых не было состава преступления. То есть это вообще, ну у нас невозможно было. Ну это глупость тянуть, занималась антикоррупционная служба, которая занимается вообще делами государства. Мы не были чиновниками. Никто из тех чиновников, который признал вину, они не были осуждены. То есть они не понесли, у них не конфисковали имущество, ничего. То есть получилась такая огромная государственная машина, а посадили только двух журналистов. И вот я уже сегодня написала, и я считаю, что сегодняшнее решение суда, оно тогда выявляет наличие в 2016 году сговора. Абсолютно. Преступного сговора, самое страшное, государственных органов и людей. Будет ли расследование в этом отношении? Ну, честно говоря, самое главное для меня сейчас это здоровье отца. А в остальном, в принципе, время у нас есть. Как говорится, кто верит вместе, тот не верит в Бога. Если бы мы не верили в Бога, наверное, мы 6 лет, пройдя эти лагеря, СИЗО, мы, наверное, бы здесь не стояли. Поэтому я считаю, мы к этому шли. И это прецедент вообще для страны, когда политическое дело было фактически полностью разбито в пух и прах во время следствия. То есть мы публично сказали, кто был заказчик. И весь процесс, он был открытый. Мы настаивали на том, чтобы участвовали в СМИ. Мы сами публиковали материалы следствия. Это прецедент. Наше дело прецедент, да, когда мой отец назвал действующего третье лицо в государстве, Нурлана Нигматулина, заказчиком своего дела. И после нас уже, я прекрасно знаю, когда мы находились в закрытых учреждениях, там были другие громкие дела. И у меня, и у отца персонально с ним не было никаких конфликтов. До того момента, когда он не сказал отцу, что ты должен отдать костак. Другие, вот, медиа, уйти из союза журналистов. Видимо, они хотели привезти своего человека. Ну, я думаю, и забрать национальный пресс-клуб, у которого были площадки для проведения разных мероприятий с участием прессы. Вот. Мы писали, я уже говорил об этом, мы писали по Казтрансгазу. В 2021 году состоялось решение в конце о том, что Казтрансгаз, его переменяли в Казахгаз, вывели из структуры Казмуна и Газа. А мы об этом написали еще в 2015 году. Но в те времена эту компанию хотели вывести из Казмуна и Газа и акционировать, то есть приватизировать. Ее хотела приватизировать группы лиц. Казтрансгаз приносит очень большой доход. И вот люди хотели сесть на этот поток. Мы писали про Хазахбанк, там были интересы Нигман Тулина, его свата, Динмухамеда Идрейсова, других лиц, вы все прекрасно знаете. Мы писали про РБК-банк, там был примерно тот же состав. Мы написали о том, что в 2016 году пройдут досрочные парламентские выборы. И это администрации президента не понравилось. Но и самое главное, что мы узнали, это было во время следствия, вот эти люди, которые нас преследовали, они знали о планах, наверное, Назарбаева, о том, что он хочет передать власть. И транзит власти должен был состояться, по моим данным, в 2016 году. И вот они хотели собрать СМИ, иметь такой кулак, удар, чтобы прийти к власти. Но, к счастью, у них это Нигматулин и группа людей. Вот такая была у них цель. Они хотели создать холдинг. Вы, наверное, тоже слышали от коллег, что пытались создать холдинг информационного агентства Кастак. Ну, Нигматулин и его товарищи, информационное агентство Кастак, одна известная газета, которая перестала выходить бумажной версии, и телеканал, не буду говорить, какой телеканал, в общем. И была такая у них идея. Ну, они хотели наказать нас, сделать ручными, может быть, чтобы мы были такими бесплатными рабами, работали на них. Цель такая была. Сын Нигматулина работал управляющим директором в Кастрансгазе. Насколько я знаю, у нас же тоже есть источники, Нигматулин имел очень хорошее отношение с Шарибаевым Кайратом. Они дружили. Вот, поэтому... И с Дарьгоем Назарбаевым? Ну, и с Дарьгоем Назарбаевым, естественно, да. Но я вот уже говорил об этом. Обвинять других людей по совести я не могу. У нас есть предположения. И сам Нигматулин через своих друзей, когда-нибудь я об этом тоже их фамилии озвучу, он передавал, что я к этому отношению имею, к этому отношению имеет Дарьгоем Назарбаевым. Он так говорил. Он передавал так, да. Но, с одной стороны, я не могу утверждать, потому что это были и его слова. То есть, если мы сейчас говорим о честности, наговаривать на какого-то другого человека невозможно. И от нее представители говорили, они, видимо, тоже слышали об этом, они говорили, что она никакого отношения к делу не имеет. Ну, окей. Но хочешь, больше не могу. Я думаю, да. Вы знаете, мне вот друг недавно сказал, вы про Нигматулин написали в то время, когда в кафе и ресторанах караганды боялись вообще эту фамилию произнести. Даже не говорили там близнецы или еще что-то. Поэтому, я думаю, в нашей стране, я вот говорю, прецедент, он больше связан не с нами, не с нашим именем, не с этой конфискацией имущества. Это больше связано вообще с нашей страной. Если мы хотим прийти к чему-то светлому, то это не высокопартные слова. Мы могли бы остаться с этим имуществом, но быть никем. То есть наши имена были бы, вот лежали на асфальте. Поэтому смысл в этом деле было сопротивляться только. Мы не миллионеры, не миллиардеры, все прекрасно знают. Все наше имущество было записано. Как ты можешь воровать деньги, если у тебя все на виду? Ну, вы знаете, публичность, огласка, ее очень болятся чиновники. Вот если мы говорим, я тоже сейчас сравниваю, вот если в так называемом старом Казахстане все это было возможно, то после нашего дела все поменялось. И как вы помните, потихоньку просачивалась информация об участии Нигматулина. И Нигматулина перед нашим приговором, это, по-моему, в июне или в мае 2016 года, его сняли с должности руководителя администрации президента, который непосредственно курирует и суды, и прокуратуру, и правоохранительные органы, в том числе антикоррупционную службу. Его сняли с должности, и он уже не мог так сильно давить. Была огласка, подключились международные организации, подключились журналисты Казахстана, журналистское сообщество стран СНГ, Союз журналистов Кыргызстана, России, прессозащитные организации Европы и США. А где реакция президента первого антикоррупции? Мы слышали, что он вызывал и Кожамжарова, и Нигматулина. И он говорил, что если эта информация не подтвердится, плохо будет вам. То есть, если мы слышали, что Нигматуллин присматривается к разным изданиям популярным, то в нашем случае речи о покупке не шло. То есть, было просто, было слово «отдай». Как это «отдай»? Ну, так вот. Он послал к вам гонца? Не это, он лично сказал это. Он лично сказал, что отцу сказал, да. Отдай Костак, и у тебя все проблемы решатся. Это уже когда началось дело уголовное? Это уголовное дело уже там где-то полтора-полтора месяца. Не знаю, точно не могу сказать. Две недели, три недели. Ну, это все эти встречи, они же в любом случае там фиксировались. Самое главное – это имя. В стране, нашей стране должно быть понятие такое, как имя, репутация. То есть, если ты, вот я опять же говорю, если до января кто-то боялся говорить, произносить какие-то известные фамилии, то мы об этом постоянно писали и говорили. Честно говоря, Нигма Турин как человек, он работал в обкоме комсомола с моей мамой. Они работали в одном кабинете. Об этом, наверное, может быть, кто-то знает, кто-то не знает. Чтобы была какая-то ненависть к нему, такой ненависти нет. Ну, то, что он должен понести наказание, я думаю, государство должно его наказать. Государство должно наказать, чтобы в будущем, через 10, 20, 30 лет, не было таких случаев, когда чиновник просто там из своих амбиций, каких-то там, не знаю, комплексы неполноценности может предпринимать какие-то такие меры. Поэтому я считаю, что у меня ненависти лично нет. Я думаю, у отца тоже нет такой ненависти. Он всегда говорил, что я тоже уповаю на Всевышнего. Мы хотим больше что-то такое созидать, что-то делать позитивное. Конечно, если будут какие-то расследования, мы будем принимать в них участие, если они будут инициированы кем-то. Но сами, вот у меня, например, нет такого желания заниматься этими делами. Людей этих наказать нужно обязательно. По закону нужно наказать. Но лично, чтобы я занимался этим делом, ну, я не хочу, честно говоря. Вы не следователь, вы только можете... Да, поэтому я говорю, состоялось решение Верховного Суда. На этом основании правоохранительные органы могут привлечь всех этих чиновников. Но я хочу сказать опять, что те люди, которые нас оговорили, ложный донос, судья, который вынес вот это неправосудное решение, я думаю, они рано или поздно понесут свое наказание. Редактор субтитров А.Семкин